Здравствуйте! Глава региона Виктор Толоконский на аппаратном совещании обратился практически и к населению Красноярского края, ко всем нам, и к чиновникам с теми задачами, с теми целями, где-то амбициозными, выполнимыми или не очень. Он обратился, очертил какой-то список задач и приоритетов, и даже появилась такая брошюра выступления губернатора Толоконского, которая стала, я думаю, теперь настольной книгой у его подчиненных. Хотелось в первую очередь обсудить те вещи, которые озвучил Виктор Толоконский. Понятное дело, что каждому из нас хотелось бы смотреть вперед, но вот даже повестностный взгляд наблюдателей, экономистов говорит, что немного как-то радужно видится губернатору картина в экономике Красноярского края. К примеру, вот я цитирую, он в этой брошюре, в этом выступлении на правном совещании говорил, «Ни в одном секторе мы не видим исчерпания возможностей роста. У нас нет отраслей, сфер, которые снижают свои показатели, свои темпы развития. При этом несколькими месяцами ранее и счетная палата края, и Красноярск-стат указывали падение практически по всем секторам экономики. А мы видим итоговый доклад за год, и все хорошо. Вот вы согласны с такой оценкой губернатора ситуации в экономике Красноярского края? Не согласен. Ну, я хотел бы немножко шире смотреть на это. Вот давайте мы посмотрим о тех вот всех вещах, которые происходят у нас в стране. Это все катится сверху вниз. Начинает с федерации, когда президент нашего государства Владимир Владимирович Путин делает доклад Совету Федерации, это ежегодное послание. И мы видим, какой результат этого послания. На протяжении уже более 10 лет, из года в год можно подписаться под каждым словом, но оно на местах не выполняется. То же самое, и это стекается, они берут пример сверху, руководители регионов, и то же самое претворяют жизнь на месте, на примере Красноярского края. Это не только Толоконский, это и Хлопонин, и Кузнецов, и сейчас это продолжается. Я пришел к выводу, вот к такому, я сейчас был в отпуске, отдыхал немножко, и так, почитывал всю информацию, собирал в купе. У меня такое сложилось впечатление, что правительство Красноярского края в лице губернатора тоже, вот знаете, как они, как какие-то смотрящие за регионами поставленные для того, чтобы выполнять поставленную задачу. Из года в год Красноярский край потихонечку разрушает. Разрушают предприятия, разрушают экономику, показывают вроде на бумаге, что мы пытаемся что-то сделать позитивное, да, созидательное, но на деле у них ничего не получается. Начиная от тех предприятий, которые остались у нас на территории Красноярского края сегодня, вот идет сейчас разбор полетов по Шушинской марке, по всем остальным, ну ни одного, вот за протяжение 15 лет, ни одного такого, может быть, примера, где власть взяла, собралась со своими такими, может быть, мыслями, задачами, силами и воспроизвела какое-то из предприятий, восстановила. Это еще с советского времени шел проект, на который, по-любому, мы должны его были закончить. И вот вы сказали, Богучанская ГЭС, а на кого она работает? Кому она приносит? Для постоянцев. Дивиденды. К Красноярскому краю никакого отношения не имеет. Да, и куда уходит вся эта электроэнергия, у нас в Красноярске в городе миллионники не хватает сегодня. Для себя построить перепаску получается? Конечно. Алюминиевый завод. Да, и тот же алюминиевый завод и все остальное, все те предприятия, которые построены, на кого они будут работать и кому будут приносить дивиденды, мы все прекрасно знаем. Я говорил и говорил, что, говорил и говорил, Россия колония, Красноярский край, ее предаток. И то, что на сегодняшний день, все то, что происходит в Красноярском крае, на глазах у президента, у председателя правительства Российской Федерации, у всей партии Единой России, которая уже практически более 15 лет у руля, идет разрушение Красноярского края. Шаг за шагом. И красноярцы вроде бы сами не видят и не замечают, и не хотят так замечать. Все вроде соглашаются с той политикой, которую им предлагают. Я вижу только отдельные сюжеты по местному телевидению, когда не выплачивается соцпомощь, соцпакеты, все те, которые обещали и обязана была власть делать. И люди приходят там в администрацию города, не могут попасть к главе города. И вот знаете, я начинаю от глав районов до мэров городов. Вот все эти люди должны служить прежде всего своему народу и заботиться об этих людях, о своих гражданах. Но у нас об этом никто не делает. Вот как будто пришли для выполнения поставленной задачи разрушить эту территорию, попилить все на металлолом, лишить рабочих мест людей, людей выкинуть на улицу. Чем хуже, тем лучше. И посмотрите, никого из них никто не наказал и не спросил. Нет у нас, прежде всего я вам хочу сказать, нет у нас закона и нет у нас программы. Вообще всего государства, развития государства. У нас есть просто грубое ограбление страны. Всего с теми запасами полезных ископаемых, которые Бог наградил Россию. И они думают, что это неисчерпаемое им, и их детям, и их внукам сегодня хватит. У них уже сегодня дети миллиардеры, которым еще некоторыми по 30-ти нет. Вот это вывод на сегодняшний день. Страна просто течет по течению, как наш Енисей. И тут не надо сегодня говорить обязательно только на Толоконского. Отдельные губернаторы, которые на самом деле патриотически относятся к своей территории, работают на этой территории и доказывают и показывают, что это нужно делать. Но в основном сегодня, при тех запасах, например, нефти, газа, мы не можем обеспечить свою страну. Мы пытаемся обеспечить Европу, мы пытаемся обеспечить даже ту Украину, которая не платит сегодня за газ и все остальное. Но только не свой народ, не те регионы на сегодняшний день, которым необходимо на сегодняшний день, как Красноярскому краю. Необходим газ для того, чтобы, может быть, побороть вот это черное небо, которое они все вместе не могут это сделать. А побороть может за одни сутки нам. Закрыть ТЭЦ и алюминиевый завод. И не будет никакого черного неба. Так как руководители этих предприятий, хозяева этих предприятий не занимаются реконструкцией и экологией своих предприятий. Вот и все. Это пример. Что нужно сделать для этого? Но для этого должна быть законная власть, не назначенные люди, а законно избранная власть народом, которая не оглядываясь ни на кого, а выполняя, прежде всего, задачу своего региона, исполнение той присяги, которую они дают, когда приходят, становятся мумератором, они дают присягу перед народом этой территории, клянутся и дают обязательство, что они все выполнят и защищают. А на самом деле только разрушается все это. Поэтому я вот так. Наталья Петрович, если всегда задумываться о том, а кто же нас спасет, а кто может что-то повлиять, всегда думаешь только об одном человеке, о первом лице государства, о Владимире Путине. И когда мы начинаем смотреть, Роснефть, он там не участвует никак, монополии не участвуют, Газпром не участвует. И мы видим процветание какой-то вот вахханалия роскоши, люди покупают себе виллы, яхты, вертолеты, они посылают далеко подальше тех, кто начинает это грязное белье перебирать. Вот ощущение безнаказанности и вседозволенности и вмешательства первого лица государства. Вот у меня, как у журналиста, я вижу, вот именно и так оценивая ситуацию. Что делать-то в этой ситуации? Нет, это вот именно вот эта ситуация и показывает, что Путин внутренней политикой государства не управляет. И на сегодняшний день это доказывает то, что на сегодняшний день все вывозится из страны. Все. Начинает капитала, детей, людей, умов, сырья, денег. Огромнейшие деньги вывозятся с территории России. Я еще в 2000 году, когда только Владимир Владимирович приступил к своим обязанностям, писал ему письмо и говорил, что нужно сделать. Нужно сделать, чтобы финансовые институты в России появились такие, как, например, в той же Швейцарии, в Гонконге и все остальное. Чтобы наши все деньги, которые бизнесмены зарабатывают, развивали внутри страны. Страна расцветет в течение пяти лет. Но это никому не позволят делать. Потому что многие, те капиталы, которые хранятся на Западе, полностью зависят сегодня от той политики, которая сегодня строится на Западе. И я вам хочу сказать, мне, вот, я Трампа знаю, я тогда вам рассказал, я следил за его инаугурацией, снова за его речью, и, которую он сказал о речи при вступлении в свои обязанности, дай бог вот эти слова претворить жизнь. И Америка будет совершенно другой. Если у нас такое бы именно делало, что он, прежде всего, вроде капиталистическое государство, которое сказало, надо сегодня отдать власть народу. Да, все сделать для своего народа. Вот то же самое сегодня нашей власти, начиная от Путина, Медведева, всей Единой России, нужно отдать именно, дать нашему народу. Ради бога, пусть они обогащаются внутри страны, покупают яхты, строят виллы, ну, на нашей территории, на российской, да, живут здесь, развивают капитал здесь, воспитывают своих детей здесь. А они что делают? Деньги вывозятся, яхты покупаются там, денег детей своих учат там, чему их научат там, мы тоже им знаем, чтобы они приехали и дальше продолжали разрушать эту страну. Вот чему им там научат. Мы это прекрасно, это знаем. Но никто этой политикой не занимается, только болтовнёй. На сегодняшний день посмотрите, и я вернусь немножко, если вы все, наверное, и наши жители Красноярского края, и вся Россия смотрит, что у нас центральный канал телевидения, что показывает с днём в день. Мы обслуживаем сегодня Америку, что будет в Америке. Все каналы наперечёт. Собирают массы людей, которые сидят там, аплодируют, это имитируют, может быть. В душе-то они 100% не согласны с той политикой, которую там проводят в этих каналах. Но они обсуждают чужую страну. Давайте свою будем обсуждать. Давай в своём доме вместе наводить порядок. А потом к соседу заглянем. Павел Петрович, давайте обсудим свою страну. На мой взгляд, государство самоустранилось из экономики практически полностью. Уже управлять нечем. Заводы государство не строит. Уже рассчитывает... И не даёт. И не даёт строить тоже. Расчёт, что найдутся инвесторы, богатые дяди с мешками денег, которые придут и построят, и будут платить налоги. А потом к ним придут и заберут эти предприятия. Наши умники, которые, ну, может быть, руководят всем этим большим бизнесом. У нас уже это строено. Только появляется кто-то, кто-то отрос, вырос, поднялся. Тут же приходят ребята мокровые с поддержкой силовиков и начинают проводить рейдерский захват. Предприятие. По всей стране это отрегулировано уже всё. Понимаете, очень трудно вырасти сегодня среднему бизнесу, на котором бы могла наша Россия развиваться. И в крае сейчас такая ситуация? Везде, по всей стране. По всей стране это происходит. И вот я вам скажу, что вот если бы дали, позволили, на самом деле, на словах, не то, что он говорит, президент прокурору даёт задание генеральному прокурору, только пусть попробуют, надо перестать оказывать давление, ну, как, шальмовать бизнес. Да. Как это делалось, так и делается. Да. Шальмуют почему? Потому что средний бизнес и малый бизнес защититься не может. У них нет таких ресурсов защититься, как у большого бизнеса, которого отстроено, например, тех финансовых групп, олигархических групп, у которых служба безопасности состоит из тех силовиков Следственного комитета, больших работников ФСБ, которые носили не офицерские погоны, а генеральские погоны. Они все стоят за этими компаниями, и они все между собой, все между собой у них полный контакт, взаимоотношения, вплоть до самого верха. К ним никто не придёт. Да. Они как работали, так и работают. А вот средний бизнес, только тот, который начинает отрастать, им сразу раз и крылышки подрезают. Везде. Вот посмотрите, что у нас в Красноярске происходит. Разве кому-то позволили из среднего бизнеса? Разве малому бизнесу позволили? Разве сельскому хозяйству позволяет развиваться, заниматься сегодня импортозамещением, например, фермерским хозяйством здесь? Здесь невозможно. Цена на нефтепродукты, цена на электроэнергию, на всё остальное. У нас при таких запасах, при таких сегодня возможностях, для развития сельского хозяйства в нашей стране можно было сделать фактически на посевную уборку до минимума свистей. До минимума, чтобы появился у них стимул заниматься сельским хозяйством. Без стимула никогда человек не сможет ничем заниматься. Вот как мне, например, я состоятельный человек, я считаю себя не бедным, я занимался, но уже 15 лет занимаюсь своим хозяйством. Я, у которого есть немножко, чем подпитать? И то мне выкрутили все руки. Невозможно. Налоги надо платить. За нефтепродукт надо платить. За электроэнергию надо платить. И в конечном итоге маленькое хозяйство, которое там 2,5 тысячи земли, я каждый год работаю в убыток. В убыток. Я содержу... В чем вы занимаетесь? Да. Слушайте, я так привык, начал заниматься. Надо... Я дело стараюсь доводить до конца. И вижу, что это не дают. Невозможно. Все создают такие условия. Да. Могут, если там, например, не получилось, ну вот на сегодняшний день урожай не уродился, убрали мы не тот результат, который мы ожидали. И в конечном итоге у нас снизилось, как бы не вовремя выплатили зарплату, там налоги не вовремя заплатили. Сразу пришли приставы. Приставы, давай арестовывать там технику и все остальное. И я сказал, закрыть это дело, все, забыть это сельскохозяйство. Нельзя в этой стране ничем созидательным заниматься, это я уже доказал. Уже только что ты делаешь, сразу к тебе придут. Сразу. Но если ты будешь ее грабить, эту страну, и кому-то заносить, ты будешь лучшим другом. Что касается как раз инвестиционного климата, привлекательности, Толоконский поручил министру экономического развития новому Михаилу Васильеву очень амбициозную задачу прийти к такой цели, чтобы Красноярский край вошел в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов страны. Причем в кратчайшие сроки, чуть ли не за год. И это при том, о чем мы уже вернемся. Государство самоустранилось, у государства ничего нет, налоги как везде, никаких льготных условий, вот сделай и все. Насколько это реально? И сколько времени нужно для того, чтобы Красноярский край стал такой привлекательной инвестиционной площадкой? Одного и второго хорошо знаем. Ни один, ни второй не сможет этого достичь. Особенно второй. Второго я очень хорошо знаю. Он когда-то у меня работал на алюминиевом заводе, отвечал за экономику предприятия нашего. И я знаю его возможности. Это, я так скажу, голубая мечта, наверное, популистские высказывания, может быть, такие задачи, которые они ставят. Ну, дай бог, да, дай бог, если они это выполняют, будут молодцы. Но я не верю, что это у них получится. Ни с кем это делать. Ни с кем. У них нет команды. У них нет, вот, ни одного, я могу сказать, ни одного министра, который может им сказать, стать, возразить, оспорить, доказать, что это делать нельзя. Они все идут по течению. Они все, губернатор говорит, они знают, что это не так. Они выходят все у себя в кабинете и его обсуждают и говорят, что он не прав. А сказать за столом, бояться подискутировать и сказать, доказать ему, что, вот, Виктор Александрович, давайте мы по-другому будем это делать. Все, вот, делают то, что им ставят задачу какую-то. А задачу ставят, которая в конечном итоге показывает результат, ну, мы видим сегодня, какой госдолг, какой госдолг бюджета, госдолг государству, все остальное бюджета и все остальное, задолженность края какая. Мы это все видим. Это вот именно этот результат. Мы видим уровень людей, как живут люди, какие сегодня тарифы на коммунальные услуги, как сейчас повышают цену на бензин, при том, поговаривают, что будет понижение пенсии на определенный момент. И мы видим, к чему мы идем. Но не должно у нас такого быть. Не должно. Одна из самых таких ярких, заметных вех в экономической политике этого года и то, что обсуждают, о чем дискутируют, это политический, экономический выбор губернатора Толоконского, всего экономического блока, правительства края, продать Красноярский нефтепродукт, продать губернские аптеки, продать шушенскую марку. Если там посмотреть, еще, наверное, десятки автодор, мелких, не очень мелких. Ну, это самый легкий способ избавиться от этих активов. Те, которые что-то еще приносят, какую-то, ну, дивиденды приносят. Я же сказал изначально нашего интервью, что задача поставлена разрушать. Не созидать, не увеличивать, не собирать, а разрушать и раскидывать. Вот то, что они это делают. А кто ставит такую задачу? Я думаю, что сверху. Я думаю, что это сверху задача. А кто им ставит? Ну, наверное, задача разрушить Россию. Оттуда, далеко с запада. Я не удивлюсь. Другого пути нет. Ну, посмотрите, у нас все это выполняется. Посмотрите, как работает Госдума, посмотрите, как работает государственная телевидение. Мы обсуждаем страну свою, как она живет. Обсуждаем, как сегодня управляет государством президент, председатель правительства, губернаторы. Нет. Посмотрите, у нас, недавно я увидел у вас дискуссию по поводу нашего государственного канала «Инисей», которого фактически налогоплательщики содержат. Я помню, когда мы его создавали. И как он должен работать? Он работает только на Единую Россию, на губернатора. И больше ни на кого. Да. И больше им никому не позволяет. Потому что власть их приватизирована. Они когда их назначают, их не выбирают, их назначают. Да. Потому что в честной борьбе они никогда не выберутся. Вот эти люди, которые сегодня у нас находятся у власти. Да. Они цепились за это и присвоили, как будто это их. А и люди согласились с этим. Посмотрите, люди согласились с тем, что происходит на выборах, со всеми остальными. То, что с ними мошенничают, то, что выборная компания, которая прошла, показала им это. Это афера была. Это не выборы были. И мы сегодня об этом можем даже пару слов сказать. Посмотрите, президент говорит, надо обращаться в суд. Губернатор говорит, обращаться в суд. Бочаров говорит, надо обращаться в суд. Мы обратились в суд. Выиграли суд. Ну и что дальше? Потому что все там. Там. И судьи, и прокуроры, и ФСБ, и все они там, на одной стороне. У них одна задача поставлена. Поэтому отдельные офицеры это понимают и осознают, которые родине служат. Которые на самом деле присягу давали. И эту присягу чтут. Они сейчас будут меня смотреть, и они полностью со мной в душе согласны. Но некоторые из них, они не знают, у них другая задача стоит. Все они прекрасно знают, что такое делать. Недавно я прочитал в интернете, разбирает там главу железнодорожного района. Там. ФСБ. Причем тут главу железнодорожного района? Любого главу берите, любого. И там найдете то, что вы ищите. На сегодняшний день как им продавалась земля? Чиновникам всем, краевой администрации, городской администрации. По какой цене? Да. За копейки. За копейки. Но простым людям, многодетным семьям, которые обязаны по закону предоставить. Все делают так, чтобы на сегодняшний день за городом где-то, чтобы они не добрались, чтобы они отказались от этого. Все делают для того, так, чтобы люди отказались от всего. Все. Идет целенаправлено разрушение нашей страны. Уже я не говорю край. Страны целой. И мы это скоро почувствуем. 2017 год объявлен годом экологии. И губернатор Илья Толоконский также озадачил всех подчиненных постоянно контролировать ситуацию. Бороться с ситуацией, чтобы не было черного неба. Контролировать предприятия загрязняющие. Однако экологи говорят, что без каких-то кардинальных рычагов и мер вряд ли удастся одним контролем что-то добиться. Лично ваш рецепт как избавить красноярцев от черного неба? Раз, два, три и избавил бы. Вот так. Вот так это сделал бы. Да, это болезненно для определенных людей было бы. Ну, а по-другому никак. Они обязаны были соблюдать. Но они купили все эти экологические службы, все административные ресурсы купили и управляют ими. Поэтому им никто не указ. Даже я вернуться в те 90-е годы, когда мы работали на Люмиле Заводове, от нас прокурор по экологии не выходил. Постоянно предписание приносил. Мы этим занимались реконструкцией этих очистительных постоянных и все остальное и в Ачинске и в Красноярском и в Юмиле Заводове. Это на сегодняшний день остановить все ТЭЦы и все остальное. Газификация, о которой мы много говорим. Очень много говорим. Мы полмира сегодня обеспечиваем газом, но свою страну, свой народ не хотим никак сделать. И на форуме я председателю правительства задавал. И он поддержал меня, сказал, пусть губернатор пишет, обращение, создает программу, план мероприятия, обращается к нам, мы будем это делать. И такие регионы, как Красноярский, ко первую очередь должны. Хотя губернатор сказал, у нас не надо нам газ, у нас дешевый уголь есть. Я помню, Кузнецов эту фразу сказал. И я понял, что это случайный человек вообще во власти был. На сегодняшний день мы должны это требовать. Мы Сибирь. У нас здесь, смотрите, природа как меняется, какие катаклизмы. Может, сегодня минус 40, а завтра минус 10. И мы должны на сегодняшний день обеспечивать такие крупнейшие предприятия, городообразующие, или даже как краеобразующие, чистым, вот именно топливом таким, как газ. Хотя бы давайте с промышленных предприятий начнем. И увидите, не будет этого ни черного неба, и будет чистый воздух. Толь Петрович, ну вот, говоря о методах борьбы с черным небом, конечно же, надо рассуждать и о причинах. Называются и стационарные источники загрязнения, о чем вы сейчас сказали, ТЭЦ и заводы. Называются, естественно, и автомобильный транспорт. И появилась внезапно достаточно еще одна причина. Это плотная застройка наградажная. Дмитрий, нужен хозяин в стране. И программа развития государства. И закон. Для всех один. Для Путина, для Быкова, для Иванова, для Петрова, для всех, для Толоконского. Шаг в сторону, все, спрос. А у нас ни с кого не спрашивают. Все течет, все, как это самое. Ну, посмотрите на сегодняшний день. Куда не зайди, куда не погляди, везде у нас. Даже вот сегодня универсиада в будущем, которые я смотрю, сейчас вышла в интернете, рассказывают, готовится Казахстан проводить универсиаду. Сравниваю бюджет, который у них потрачен на универсиады, который у нас. В два раза. В два раза у нас больше. Проходило до этого универсиада в Турции, в Китае, да. Ну, почему? Я же понимаю, для чего это делается. Для того, чтобы украсть. Украсть. Вот все. Дорогий Петрович, я знаю, что вам довольно легко отвечать на вопросы о политике, об экономике, а вот на какие-то личные вопросы вам отвечать сложнее, ну, как человеку сухомному. Вопрос в том, что по моей информации, вот недавно скончалась заслуженный деятель культуры, преподаватель Екатерина Еофель, и что в последние годы вы были рядом с ней. Ничего нет в прессе по этому поводу, никто не рассказывает, но человек был одинок, его выгнали, фактически и уничтожили из вуза, как она сама в интервью признавалась. Какими были последние годы Екатерины Еофель, и почему вы оказались рядом в той ситуации? 15 лет я с ней дружил. 15 лет мне с ней так вот случайно мне удалось познакомиться, познакомила Марина Ивановна Добровольская, она обратилась к Добровольской и сказала, ты знаешь, такого быкого, я хочу с ней познакомиться. Мы с ней познакомились. Я вам скажу, что вот именно мы дружили, что это великая женщина была, хоть она и маленькая такая, ростиком, но в ней был дух, стержень и патриотизм. Она служила своей земле, своей родине, своему народу. Я очень близко с ней дружил. И думаю, навряд ли кто ближе меня дружил с ней. Она очень такая, знаете, с характером. Не все могли с ней уживаться, как бы так находить общее взаимопонимание, начиная даже и некоторых губернаторов, мэров, и вот думаю, что и ректора Академии. Это все происходило на моих глазах. Мы близко с ней дружили, и я приходил к ней, и на уроки приходил к ней, и класс ей делал, сделал один из лучших классов в Академии. И повесил даже, там табличка должна была висеть с нашим именем на ее двери класса. Мы обо многом с ней рассуждали, разговаривали. Она очень грамотный человек, не только в музыке, но и по жизни. Она независима от кого. Она настоящая, именно она настоящая, патриот, гражданин Красноярского края, которым даже всем тем нашим генералам, которые у нас многие почетные граждане Красноярского края, надо брать пример. Она ни перед кем не заискивалась, она никому не должна, она верующий человек была, она верила в Бога и общалась с митрополитом и с другими священниками, ходила в церковь, и такая, думаю, что вот она, знаете, у нее прозроливость была, она могла дать оценку любому человеку. Мы часто даже бывали с ней на мероприятиях, например, были на юбилей края, мы сидели рядом вместе, когда у нас был юбилей края, сзади, вот мне это запомнилось, я сейчас хочу просто рассказать, сзади сидели тогда губернатор, мэр, Хлопонин, Пимашков, Шойгу приехал на это мероприятие, и когда началось мероприятие и не сыграли гимн, она поворачивается к ним и говорит, господа, а где государственный гимн, и они друг на другу, а где гимн, а почему не сыграли и все остальное, она говорит, ну все с вами понятно, и села, да, я сижу рядом, ну некоторые политики подумали, что я это и подсказал, так сказать, нет, это она сама, она могла задать вопрос любому, да, мы с ней дискутировали, спорили, но мы с ней нашли взаимопонимание, она понимала, кто я такой, а я понимал, кто она, да, она понимала, что я мужчина, да, хотя она очень-очень с ней мало кто мог, это самое, и все те близкие это знают, да, и мы с ней договорились, вот так мы будем с вами дружить, по-другому никак, да, и мы, ну вот, я долгое время ей помогал, постоянно, потом передал уже свою такую эстафету своему помощнику, он постоянно курировал ее, да, но мы ее не оставляли до последних дней, мы наняли нянечку за ней помогать, ухаживать, потому что очень сложно, тяжело было ей одной находиться, и чтобы продукты покупать, и все убирать там дома, и все остальное, и вот последние, особенно вот, ну года два, ей помогали плотно, а до этого, вот, за ней ежедневно было, может быть, такое наблюдение, да, и, конечно, вот я уехал в отпуск отдыхать, и случилось так, что она ушла, да, и, знаете, вот, к сожалению, так вот я могу перейти немножко, мы теряем людей, тех, вот, это старшие наши товарищи, друзья, я так хочу сказать, близкие, которые были для нас пример, и для многих пример был, и в творчестве, и в жизни, и в спорте, вот вчера ушел из жизни тоже Владлен Григорьевич Кузнецов, это тоже ветеран Великой Отечественной войны, ему 91 год, наш друг, можно сказать, капитан нашей команды, у нас есть команда из ветеранов, состоит там, футболисты, хоккеисты, боксеры, разные люди, там, ветераны спорта, и вот мы часто собираемся на рассвете, и вот Владлен был у нас один из капитанов, на это же мы не доглядели немножко, я хочу сказать, государство, власть особенно, которая, которая за это деньги получает, за такими людьми должны приглядывать, у них есть заместитель, министр по социальной политике, при этом министерстве находятся люди, которые должны контролировать этих людей всех, вот Владлен Кузнецов, я помню, я часто так вот говорил своим родным, близким, говорю, ну почему не доглядели, когда он пошел на хоккей, и с трибуны, и вот там мужчина споткнулся, его толкнул, и он с трибуны упал на хоккей, и шейку бедра сломал, началось как бы это, а он был такой жидчик, он до последнего ездил каждый, это то в Турцию, то в Таиланд отдыхать, он такой, имел два солдатских ордена, славы, боевой славы, это самая высокая, высокая солдатская награда, который никогда не на что не жаловался, никогда ничего не просил, был скромный, ну такой, вот именно добрый, души человек, который всегда готов прийти на помощь, ему может помочь, и вот такая группа людей у нас была, у нас и есть она, человек 30, вот потихонечку мы сегодня их теряем, я фактически похоронил в конце года свою учительницу, свою преподавательницу, да, в декабре, все вот, ну возраст, наверное, это жизнь, да, и я бы просто хотел, чтобы вот не только мы родные и близкие, ну и власть все-таки уделяла им внимание не тогда, когда они уходят в последний путь, да, а на протяжении, потому что мы все к этому придем, ну я бы хотел, чтобы вот все-таки о таких людях заботилось государство, заботились чиновники, не приглашали тогда, когда только праздник какой-то или еще, чтобы или там выборы поддержать, их там и все остальное, картинку создать, что они вот такие внимательные, а ежедневно, и я бы хотел, не хочу ни на кого пальцем показывать, но на самом деле, я бы хотел всех призвать, и нас вот общественников, и как бы это, к старшему поколению относиться более немножко добрее, тяжелая жизнь становится, они все-таки нам построили государство, они построили нам город, они построили нам край, которым мы сегодня прозябаем его, прозябаем. Спасибо, это видео-версия интернет-газеты Краснодара.